МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как я жил в гетто, я не понимаю вообще, как я выжил. Это только надо иметь дикую фантазию, чтобы представить, как я там выжил. Я помню очень многое в гетто. Я считаю, что мне Бог дал поручение рассказать обо всем, что я видела, что я слышала и что я пережила. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понять, как люди могли находиться в гетто в нечеловеческих условиях, как смогли выжить и как пережить ужас погромов, расстрелов, голод, холод, действительно сложно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Документы, свидетельства бывших узников, материалы Генеральной прокуратуры Республики говорят о том, что это было за гранью человеческого понимания. С первых дней начала войны на оккупированных территориях одновременно с концлагерями, тюрьмами создавались и гетто. Крупнейшими стали Варшавская, Влодзе, Львове. Но ни одно гетто в Европе не могло сравниться с Минским по своей жестокости и массовому истреблению мирного населения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В местечках в течение двух-трех месяцев расстреляли всех. А здесь было два года и четыре месяца. И все это прошли мы. Два года и четыре месяца. Ни одно гетто в Европе не сравниться с геттом в Минске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еврейский район был организован согласно специального распоряжения оккупационных властей уже в июле 1941 года. Из распоряжения полевого коменданта о создании гетто в городе Минске. 19 июля 1941 год. Первое. С момента издания настоящего распоряжения в Минске создается еврейский район, где будут проживать исключительно евреи. Второе. В течение пяти суток со времени опубликования настоящего распоряжения все еврейское население города Минска обязано переселиться в отведенный ему для жительства район. Был приказ переселиться всем евреям на территорию Минского гетта. Это было полтора квадратных километра жилой площади. Минское гетто представляло собой такие деревянные домики, ну, частные домики все, значит, в которых жили в основном евреи. Они занимались ремесленничеством. И когда туда заселились 100-140 тысяч человек, то в каждой комнатке жило по 7, по 10, по 12 человек. Если посчитать, то это получалось на человека где-то полтора квадратных метра. Согласно распоряжению полевого коменданта, на территории Минска было образовано фактически три лагеря. Границы Большого гетто начинались от колхозного переулка по линии одноименной улицы и проходили вдоль Немикской. Основная часть узников, приблизительно 80 тысяч, содержалась именно в этом районе. К малому гетто относился район радиозавода имени Молотова, а зондер-гетто находилась в районе улиц Обувной и Сухой. Здесь содержалось более 20 тысяч евреев, депортированных из семи стран Западной, Центральной и Восточной Европы. Выходить из еврейского района разрешалось только по двум улицам – Апанского и Островского. Оно охранялось круглосуточно силами СС, полицаями из числа литовских и белорусских националистических формирований. Расстрелы мирного населения, военнопленных, в Минске начались буквально с первых дней оккупации. В арсенале – показательные расстрелы евреев Минского гетто. Ранним утром 7 ноября 1941 года жителей улицы Витебской в Минске разбудили выстрелы, после которых стали слышны крики, плач детей. Вульф Рейзман выбежал на улицу. Но там уже со всех домов сгоняли евреев, выстраивая их в общую колонну. Он бросился к дому, чтобы предупредить домочадцев, а их оставалось там семь душ. Но было уже поздно. С тыльной стороны дома полицаи, выталкивая на улицу жену, тетку, ее мужа. Сыновей среди них не было. Значит, успели спрятаться. Пронеслось в сознание. Вульф успел схватить за руку малолетнюю дочку и бросился бежать. Отдышавшись, прячась за домами, они вместе с ребенком следовали за колоннами. Людей под тулами автоматов подталкивали к машинам. Глазами Вульф искал своих. Вдруг в самом конце колонны он увидел Эсфирь, свою жену. Их взгляды встретились. Она закричала, «Покажи им Аус Вайс!» Лихорадочно работало сознание. Через мгновение он уже бежал к полицейскому, показывая спасительный документ, выкрикивая на ходу, «Аус Вайс! Аус Вайс!» Полицейский, убедившись, что у мужчины действительно есть пропуск, вытолкал из колонны Эсфирь. Когда он показал «Аус Вайс!», немцы в первом погроме освобождали, те, кто работал. И маму разрешили выйти из колонны, и она ищет какую-то девочку с ней, «Скажи, что я твоя дочка». Ей было лет 16, этой девочке. Она сказала, ее тоже выпустили. Доктрина нацистов. Полное уничтожение еврейского населения. Но как справиться с ликвидацией такого большого количества людей? Одним из эффективных средств стали погромы. Особо кровавый длился 4 дня. Он начался 28 июля и закончился 31 июля 1942 года. Цифры жертв разнятся. Тогда было убито предположительно 25 тысяч человек. В четырехдневном погроме мама знала Малину, и мы туда побежали. И там мы просидели 4 дня. Все лежали, потому что низкий потолок был, низкий все лежали. Там было 60 человек. Страшное было 4 дня сидеть за петли. Была женщина, Поля Агинская, с маленькой девочкой. Она была младше меня. И она заплакала. Ее задушили. На глазах у матери, чтобы 60 человек не погибло. Мы сидели и четко помню, и никогда не забуду, мы дети, друг с другом разговаривали, как подольше задержать дыхание и как притвориться мертвым, чтобы тебя не убили немцы. Люди использовали любую возможность спрятаться. Подвалы, чердаки, канавы, погреб, выходы лазы из домов. Малина, так называли в гетто места, где можно было укрыться на время погрома, спасла немало жизней геттовцев. В небольшом доме на две квартиры по улице Республиканской в Минске в ноябре 1942 года фашисты занимались своим привычным занятием. Перетряхивали вещи убитых ими жильцов, пытаясь найти что-то ценное. У них это называлось повеселиться. Такие обходы по вечерам в гетто предпринимались постоянно. Не обнаружив больше ничего для себя подходящего, они буквально вломились в соседскую квартиру и застыли у входа от удивления. Там не было никого. Хотя все указывало на то, что еще недавно здесь находились люди. Они действительно были. Затаившись в тесном пространстве между печкой и второй стенкой, где можно было только стоять вдоль стены, они делали все, чтобы не выдать себя. Ни малейшего звука. Ни малейшего шорока. Тогда жителям дома повезло. Их не обнаружили. Но от погромов малина спасала не всегда. Мы с мамой спустились в подвал. Нас люди подходили, нас отталкивали все дальше и дальше от входа. Было мелкое теченое. Но немцы, наверное, услышали, потому что они нашли люк от погреба и бросили туда гранату. Тогда был такой ужас. Запах этого пороха я помню до сих пор. Душегубки, расстрелы, погромы в гетто становились обычным делом. Наиболее страшные проходили в ноябре 41-го, марте и июле 42-го, в октябре 43-го. Минское гетто просуществовало с 20 июля 41-го по 21 октября 1943-го года. Оно стало одним из крупнейших в Европе. Через него прошло не менее 100 тысяч евреев. Около 90 тысяч было уничтожено. Из 25 тысяч человек, депортированных в гетто из Европы, спастись удалось только 50 узникам. Всего в гетто, созданных по всей территории республики, за время войны было уничтожено от 600 до 800 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok